правозащитники ликуют разработчики программы делятся своими впечатлениями и планами на будущее в украине наконец-то разработали национальную стратегию по правам человека документ уже подписал и президент украины петр порошенко приложили руку к созданию этого документа и международные организации говорят для украины этот шаг очень важен долгожданный и по сути реформаторский для организации объединенных наций когда страна какая-то принимает национальную стратегию по защите прав человека это большой день принятие этой национальной стратегии появилось в когда в украине существуют большие вызовы правда планировалось сделать гораздо больше рассказывает омбудсмен в стратегию не вошли некоторые нюансы но главную свою задачу этот документ все же выполнил он стал всеобъединяющим для украины содержится в нем и четко прописанный механизм и срок действия имея в поле зрения наши международные обязательства мы особенно обращали внимание на те вызовы которые мы имеем сегодня в украине и поэтому мы решили строить стратегии собственно по принципу когда мы описываем сегодняшнюю ситуацию так чтобы было понятно что конкретно не устраивает в соблюдении прав человека сегодня в определенной сфере и что мы хотим увидеть через пять лет стратегию должны были утвердить еще в январе но специалисты украинского хельсинского союза по правам человека каждый раз пытались оттянуть этот процесс чтобы как можно подробнее прописать в документе все механизмы и задачи мы получился лучше по моему мнению чем тот документ который был готов в январе гораздо больше конкретики описана ситуация которая нас беспокоит и более четкие формулировки вопросов которые должно решить государство в частности главная задача этой стратегической программы состояла в том чтобы охватить самые болезненные вопросы современности речь идет о нарушении прав человека на оккупированных территориях и о беженцах не обошли вниманием и проблемы переселенцев из крыма и питание стосовно право на свободу и личную неприкосновенность право на справедливое судебное разбирательство вопрос обеспечении свободы мысли совести религии очень важно особенно учитывая оккупированные территории потому что некоторые представители там испытывают постоянную дискриминацию на разработку стратегии ушло несколько месяцев к созданию этого документа привлекли опытных правозащитников страны напряженная работа позади а когда будут выделены средства на ее реализацию на разработку законов о правах человека неизвестно единственное в чем заверила валерия лутковская вопрос финансирования кабмин рассмотрит уже в ближайшее время время